МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанские компании участвуют в выставках нефти, газа и альтернативной энергии в Баку. Многие предприятия-участники используют эти площадки, чтобы еще раз в преддверии Экспо-2017 продемонстрировать свои возможности. Казахстанские компании привезли на выставки самые различные оборудования, которые применяются в области энергетики. Каждый из них на своем стенде представляет потенциальным партнером продукцию собственного производства. Вместе с тем, как рассказали участники, присутствующие сегодня здесь многие зарубежные компании, активно готовятся к выставке Экспо-2017, которая посвящена энергии будущего. В этом году на традиционные Каспийские выставки приехали около 300 компаний из 30 стран. Цель – показать зарубежным коллегам возможности предприятий прикаспийских стран в области нефти, газа и альтернативной энергии. А спустя несколько дней в Астане стартует крупнейшая международная выставка Экспо-2017, которую участники ждут с нетерпением. Участники демонстрируют оборудование для добычи транспорта нефти и газа, а также технологии для гидро- и теплоэнергии. Компания рассчитывает привлечь как можно больше партнеров и наладить взаимовыгодный импорт и экспорт между соседними республиками. Мы представим на Экспо-2017 в основном строящиеся нами газопроводы. Подробно сообщим о газовом месторождении «Шах-Денис», а также новшествах в области нефтедобычи на море. Планируем демонстрировать на Экспо-2017 технологические образцы – дроны, беспилотники, IT-решения. Также надеемся наладить сотрудничество с научными учреждениями и частными энергетическими компаниями Казахстана. Казахстан занял 32-е место в рейтинге мировой конкурентноспособности AMD. Исследование проводит Международный институт развития и менеджмента Швейцарии. Рейтинг, который готовит ВУЗ, один из самых престижных и известных в мире. Казахстан в этом году улучшил свои показатели на 15 позиций и обогнал такие страны, как Испания, Италия, Россия и Турция. Эксперты оценивали конкурентноспособность по четырем факторам – экономическая деятельность, эффективность правительства и бизнеса, а также инфраструктура. При опросе респондентов выяснилось, что наиболее привлекательны в экономике страны стабильность, благоприятная бизнес-среда и конкурентноспособность системы налогообложения. Всего в мировом рейтинге приняли участие 63 страны, в тройке лидеров оказались Гонконг, Швейцария и Сингапур. В Астане масштабные архитектурные объекты, построенные в преддверии Экспо-2017, стали самыми посещаемыми в столице. Вот уже несколько дней новый вокзал Нур-Лыжол принимает поезда из разных уголков мира, а в Театре «Астана-Балет» готовится к проведению самой масштабной культурной программы в истории страны. В период проведения международной выставки на его сцене выступят артисты отечественных и зарубежных театров. Ожидается ежедневное проведение концертов, мюзиклов и балетных постановок. В начале июня новый железнодорожный комплекс Нур-Лыжол принял поезда с первыми пассажирами из разных уголков нашей страны. А вот сегодня на перрон прибыл и иностранный состав. На поезде в Астану приехали гости из Узбекистана. Сейчас вокзал функционирует в штатном режиме. Уже запущены все системы жирнеобеспечения вокзала. Это эскалаторы, лифты. Новый вокзальный комплекс будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных тулпарт Тальго, 16 стандартных и столько же пригородных поездов. Каждый этаж шестиуровневого здания предусматривает все удобства для пассажиров. Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия отеля «Риз Карлтон». Первый в Астане пятизвездочный международный отель премиум-класса находится в здании многофункционального комплекса «Талант Тауэрс». Нурсултан Азарбаев поздравил астанчан, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием. Глава государства подчеркнул, что Астана теперь обладает гостиничным комплексом высшей ступени. Это большие инвестиции в городскую инфраструктуру. В строительстве отеля участвовали казахстанские компании, применены передовые материалы, технологии и стандарты. Также президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей. Отметим, общая площадь комплекса составляет 120 тысяч квадратных метров. В нем располагаются офисы, гостиницы, спа и бизнес-центры, торговая галерея. «Это самая топовая в мире гостиница «Рис Карлтон», и это очень большие инвестиции в город. Почти 450 миллионов долларов. Гостиница самого высокого класса строилась за короткий период. То есть сегодня Казахстан, Астана обладает высшей ступенью гостиничного бизнеса в нашей стране. И компании, которые строил, наши бизнесмены постарались сделать большой, замечательный подарок столице и нашей стране. Здесь, во-первых, мощный бизнес-центр, мощный торговый центр, гостиница высокого класса самого, рестораны, самые топовые, которые можно себе представить даже. Любого уровня гостей, руководителей государства мы можем здесь принимать. Балурум, вмещающий тысячи человек, можно проводить любые мероприятия масштаба мирового, республиканского и так далее. Я поздравляю с вводом этой гостиницы в нашем городе и благодарю тех, кто построил, кто инвестировал в эту гостиницу, в нашу столицу. И желаю всего самого доброго. Поздравляю всех астанчан с этим замечательным приобретением столицы. ЕС расширяет сотрудничество с третьими странами. В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о начале переговорного процесса с Индией по созданию зоны свободной торговли. По оценке экспертной группы, суммарный прирост товарооборота евразийской пятерки в случае заключения соглашения о зоне свободной торговли может составить 20% уже в краткосрочной перспективе. Аналитики рассчитывают на рост экспорта из стран ЕС в Индии широкого спектра товаров от сельскохозяйственной до сложной машинной продукции, продуктов нефтехимии, транспортных средств. Первая экспертная встреча пройдет уже в сентябре этого года. Желание создать зону свободной торговли с ЕАЭС изъявили Сингапур, Египет, Сербия, Иран и Китай. Напомним, в октябре прошлого года первое подобное соглашение было заключено с Вьетнамом. По результатам первого квартала 2017 года экспорт товаров из ЕАЭС во Вьетнам вырос на 34%. При этом импорт из Вьетнама увеличился на 29%. Каждый из наших пяти стран Союза получает серьезный выигрыш, который заключается в частности для Белоруссии в увеличении как минимум на 20% своего экспорта. Для России увеличение экспорта может составить до 18%, для Казахстана 12%. В краткосрочной перспективе рост ВВП Союза может составить порядка полутора миллиардов долларов дополнительно, а в долгосрочной перспективе до 3 миллиардов долларов. Индия, это получается, во-первых, очень большой рынок, больше 200 миллионов человек, значит, да, и, конечно, значит, Индия как очень большая промышленная страна, и страна, которая развивается очень быстро, безусловно. В Санкт-Петербурге Это позволит в любой точке планеты иметь широкополосный доступ в интернет. Только из США прибыли 560 предпринимателей. Впервые за три года с ними состоялся двусторонний диалог. На форуме активно представлен средний и малый бизнес России. По итогам одного из соглашений будет создан ресурс, который поможет предпринимателям находить разные варианты поддержки. По многим оценкам, Петербургский международный экономический форум вышел на самый высокий мировой уровень. В следующем году он пройдет в конце мая. Свой первый автокран с модернизированным навесным оборудованием было представлено на крупнейшей строительной выставке в Москве. Именно здесь «Зумилион МАЗ» начинает серию международных переговоров и рассчитывает на выгодные контракты. Автокран «Зумилион МАЗ» впервые представлен в Москве. Это совместный продукт белорусских и китайских конструкторов. Шасси Минского автомобильного завода, а навесное оборудование из Поднебесной. Компания «Зумилион» — это известный игрок на рынке спецтехники, владеясь заводами в Китае и Италии. Длина стрелы более 30 метров, способна выдвигаться на 41 метр. Коммерческая реализация белорусско-китайской спецтехники начнется уже в октябре. До конца года совместное предприятие намерено выпустить 100 спецмашин. Бизнес-план на ближайшие 5 лет — более 900 автомобилей. Российский рынок является самым важным и ключевым для успеха. Поэтому именно здесь прошла первая презентация. И скажу больше, именно здесь нашелся первый покупатель на этой изделии. Мы предлагаем сейчас не просто новое, а глубоко модернизированное изделие, которое удовлетворяет по многим параметрам их порядка 20 ожиданий наших потребителей. В Чехии начал действовать закон о полном запрете курения в общественных местах. За зажженную сигарету, например, в ресторане или в аэропорте, посетителю придется заплатить 5000 крон, это около 200 долларов. Владельцев же заведения могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч долларов. Власти предупредили туристов — никаких поблажек. Курить можно лишь на летних террасах в специально отведенных местах. Что же касается электронных сигарет и кальянов, то они разрешены только в ресторанах и барах. Добавим, что по данным Чешского министерства здравоохранения, курение напрямую или косвенно убивает 18 тысяч жителей ежегодно. Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби считает, что цены на черное золото восстановятся уже в следующем году. Это произойдет на фоне продления соглашения о сокращении добычи. Напомним, ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1 миллион 800 тысяч баррелей в сутки с октябрьского уровня. В мае срок действия соглашения продлили на 9 месяцев до конца марта 2018 года. Между тем, цены на нефть завершили эту неделю рекордным падением с начала мая. Марка Brent подешевела до 50 долларов 36 центов за бочку. В общей сложности черное золото подешевело на 3,5 процента. Эксперты связывают обвал с опубликованными данными о росте добычи нефти в США. Создание казначейства, поста министра финансов и выпуск евробондов как безопасных активов были среди предложений, которые Еврокомиссия внесла в выходные, открыв дискуссию о том, как уберечь еврозону от кризисов. Это обсуждалось на ежегодном экономическом форуме Еврокомиссии. Самая спорная из предложений – это создание так называемого безопасного актива путем эмиссии бондов. Бывший премьер-министр и министр финансов Финляндии Александр Ступ согласен, что рано или поздно это произойдет. Правда, немцы явно исключают такую эмиссию, особенно потому, что она может стать первым шагом к системе евробондов, которая могла бы свалить в общий котел долги всех государств-членов Евросоюза. Это технократические вещи, считает американский эксперт. Но если они будут работать, то предотвратят плохие повороты событий. Еврокомиссия, технократы никогда не получат кредит на профилактику от плохих ситуаций. Нужно нечто позитивное для политического импульса в поддержку ЕС и еврозоны. Учитывая недавние выборы, не только Макрона, и перед лицом внешних угроз, которые исходят от США, Турции, России, я думаю, это было бы хорошим шансом для Европы. Бразильская экономика вышла из худшей в истории страны рецессии. Теперь здесь наблюдается самый быстрый за последние четыре года темп роста. В первом квартале ВВП Бразилии вырос на 1%, по сравнению с предыдущим. Отмечается, что это самый быстрый рост со второго квартала 2013 года. Между тем, несмотря на положительный результат и объявление правительством в конце рецессии, экономисты предупреждают, что еще слишком рано заявлять о завершении экономического кризиса в стране, так как самые серьезные последствия может иметь политический кризис, разразившийся после открытия расследования коррупционной деятельности президента Мишели Тмера. Этот скандал привел к тому, что глава государства потерял поддержку в Конгрессе. В результате может быть отложено одобрение непопулярных в обществе реформ, продвигаемых его правительством, которые аналитики считают жизненно важными для восстановления экономики. В этом триместре наблюдается достаточно выразительный рост. Только точка отсчета находилась на более низком уровне после восьми подряд триместров снижения темпов роста. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Редактор субтитров А.Семкин